МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По карману каждому в Казахстане намерены выпускать самые бюджетные модели авто за 3 миллиона тенге. Какие планы вынашивает отечественный автопром в нашем материале? Казахстан как съемочная площадка для мировых блокбастеров. Уже в этом году свои картины встранят. Снимут французские, китайские и российские режиссеры. Последние новости с полей Берлинского кинофестиваля. Низовая метель, гололед и туман. Сразу в нескольких регионах и в столице страны объявлено штормовое предупреждение. В Нур-Султане в связи с плохими метеоусловиями были задержаны и отменены десятки авиарейсов. В городе создан оперативный штаб, который координирует работу экстренных служб. Непогода также стала причиной закрытия автотрасс. Из-за гололеда и бурана временно ограничено движение для всех видов автотранспорта. В свою очередь спасатели просят водителей заранее планировать дальние поездки. По оперативной информации, опубликованной на интернет-ресурсе компании «Казавтожол», на территории Карагандинской области объявлен красный уровень опасности. Вопросы возвращения соотечественников из Южной Кореи обсуждают в правительстве. По словам министра здравоохранения республики, ситуация в стране утренней свежести тревожная. Темпы прироста заболевания за сутки составили 48%. Вывозить желающих нужно, пока порог опасности еще не настолько высокий, считает Ильжан Бертанов. Отметим, с 1 марта список потенциально опасных стран расширится. Казахстанцам не рекомендуется выезжать в Китай, Южную Корею, Японию, Италию, Иран. 30 тысяч наших граждан в Южной Корее находятся. Допустим, 25 тысяч захотят вернуться. Это огромное количество. Понятно, что у нас на сегодняшний день резервных мест в инфекционных больницах порядка 7 тысяч. Если это количество будет превышать потребность карантинизации, то мы прорабатываем, у нас есть, так скажем, уже опробированные в других странах методики по изоляции вот этой группы людей. Мы полагаем, что в большинстве случаев будет достаточно домашнего карантина. 1 триллион 100 миллиардов долларов. Такой ущерб понесет мировая экономика уже в этом году, если вспышка коронавируса перерастет в пандемию. Расчеты представила аналитическая компания Oxford Economics. Подобный негативный сценарий в конечном итоге приведет к снижению уровня мирового ВВП на 1,3% и приведет к рецессии экономик крупнейших стран. На сдерживание ситуации с коронавирусом государство направляет немалые средства. Китай на борьбу с COVID-19 выделил 14 миллиардов 360 миллионов долларов, а Евросоюз свыше 232 миллионов евро. А вот в Соединенных Штатах помощь в борьбе с коварной инфекцией окажут 2,5 миллиарда долларов. Такую сумму запросил Дональд Трамп у Конгресса страны. В новой стратегии Соединенных Штатов Центральной Азии на 2019-2025 годы особое внимание уделяется безопасности и экономическому сотрудничеству. В Госдепартаменте США отмечают, стабильная Центральная Азия способствует повышению региональной безопасности и экономического развития. Президент Национального комитета по внешней политике Сьюзен Эллиот отмечает важное взаимодействие с центральной платформой Ц5+. Известный американский политик, экс-помощник госсекретаря США Кандализа Райс считает, что необходимо и дальше расширять потенциал сотрудничества между нашими странами. Мы должны думать о безопасности, военной кооперации и так далее. И второе, экономическая кооперация, потому что надо делать торговлю. Я знаю, что Казахстан и США у нас есть хорошие связи. Самое главное, мне кажется, это безопасность. И поэтому надо подумать, как мы можем делать соглашение и так далее, чтобы гарантируют безопасность в этом районе. Свыше 2 миллиардов долларов направит в этом году АБР в поддержку 18 проектов в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане. При этом, отмечает глава казахстанского представительства Азиатского банка развития, порядка 40% из выделенных средств пойдет на финансирование четырех отечественных проектов в таких сферах, как транспорт, инфраструктура, сельское хозяйство и зеленое финансирование. В этом году мы планируем, что одобренные нами проекты составят порядка 800 миллионов долларов. Два проекта у нас реализуются в секторе сельского хозяйства. Один по развитию цепочек поставок в секторе животноводства и второй – это развитие оптово-распределительных центров. Оба будут способствовать развитию сельского хозяйства. Если говорить о двух других проектах, один из них в транспортном секторе, а другой – это инновационный проект в сфере зеленого финансирования. Азиатский банк развития является одним из стратегических партнеров республики. Из-за более чем четвертьвековое взаимодействие Финн-Институт поддержал проекты стоимостью порядка 6 миллиардов долларов. Вообще, если говорить в целом о Центральной Азии и о проектах АБР, мы всегда уделяли огромное внимание Казахстану ввиду его роли и именно в плане обеспечения устойчивого роста здесь в регионе. К примеру, если говорить о транспортной инфраструктуре, роль Казахстана в развитии регионального сотрудничества и интеграции региона очень важна. Если говорить с точки зрения инвестиций, то порядка 70% наших вложений в транспортный сектор приходится на Казахстан. По словам Джованни Капанели, в рамках программы Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества АБР продолжит в этом году работу со странами региона в таких направлениях, как развитие торговли, туризма, сферы АПК, водоснабжения и других. На 56% выросло производство автомобилей казахстанской сборки в прошлом году. Отрасль сегодня обеспечивает свой вклад в ВВП страны. Это подтверждают самые беспристрастные оценщики – цифры. В заводах страны выпущено свыше 50 тысяч машин на 360 миллиардов тенге. На экспорт отправлены 2700 авто. В 2020-м в планах выпустить вдвое больше продукции и расширить рынки сбыта в страны СНГ. Например, Кустанайский автозавод намерен экспортировать около 20 тысяч машин. Экспорт в страны – это у нас Российская Федерация, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан. По экспорту мы конкурентно становимся стимулированием государства. У нас экспортное стимулирование есть. За счет этой поддержки мы там конкурентно способны. Внедряют отечественный автопром и собственный ноу-хау. В штатную комплектацию машин Усть-Каменогорского автозавода вошли системы запуска двигателя и охраны, управляемые через смартфон. Умные технологии также могут отслеживать техническое состояние авто. Кроме того, за счет внедрения технологических новшеств до 15% возросла производительность труда. Это очень удобно в первую очередь для потребителей, использование мобильного приложения как средство управления автомобилем. Мы первые на территории общей страны СНГ, кто запустил этот проект конкретно на заводской площадке. На достигнутом казахстанский автопром не намерен останавливаться. В Казахстане планируют выпускать самые недорогие машины. Их конечная стоимость не должна превышать 8 тысяч долларов. В целом комплекс работ позволит довести объемы производства до 100 тысяч единиц в год. С учетом всей вот этой комплексной большой работы, мы считаем, что достижение 100-тысячного объема вполне реалистично. Более того, в рамках проведенных переговоров с правительством и задач, поставленных правительством, существует новая задача – это производство отечественного автомобиля, так называемого лоукоста, когда стоимость этого автомобиля не должна превышать более 3 миллионов тенге. Дополнительные программы будут созданы, в том числе и автомобильного кредитования, и лизинговых процедур. По словам специалистов, расширение модельного ряда легковой и тяжелой техники только положительно скажется на росте объемов отечественного машиностроения. Казахстан Уменные вызовы государство сохраняет дух добрососедства и партнерства. В прошлом году более 92% товарооборота Казахстана со странами ЕС пришлось на Россию. Соседнее государство является лидером по общему количеству действующих предприятий с участием иностранного капитала в Казахстане. Респонденты также внесли ряд предложений по усилению партнерства. Наши эксперты предлагают устранить любые нетарифные барьеры в торгово-экономических связях. Особенно запустить как можно больше совместных инвестиционных проектов. На мой взгляд, и вопрос вот этих изъятий ограничений тоже решится сам собой. Далее, это содействие расширению контактов научно-экспертных кругов двух стран. Четвертое, это разработка и реализация совместных учебных программ и проектов по разным дисциплинам в вузах двух стран. Объединить усилия поисковых и волонтерских движений в рамках празднования 75-летия Великой Победы намерены страны Прикаспийского региона. О том, как будет происходить взаимодействие в Нур-Султане, обсуждали эксперты из Казахстана и России. Так, по словам руководителя Астраханского центра Каспий Евразия Ксении Тюренковой, Россия готова поделиться с соседними республиками успешным опытом реализации проектов, проведенных в рамках Года добровольца в России в 2018 году. К слову, тогда одним из лидеров по развитию волонтерского движения в стране стал Астраханский регион, где были запущены десятки программ, а число активистов достигло свыше 16 тысяч человек. 2020 год – год добровольцев в Казахстане и Азербайджане. У нас есть очень большой интерес у Российской Федерации, у организации поисковых движений Российской Федерации взаимодействовать и сотрудничать также с казахстанскими поисковиками. Мы говорим здесь про возвращение имён, про сохранение памяти павших. Это очень важно для всех, переживших вот эту большую катастрофу и познавших вот эту великую победу. Альфа-Раби Мурасе. Под таким названием в Национальной академической библиотеке открылась выставка, посвящённая 1150-летию учёного и философа. Здесь представлено свыше 400 изданий, а также фотографии и карты. Все экспонаты позволяют проследить важные вехи в судьбе второго учителя. Посетители смогут также непосредственно познакомиться с бесценными творениями великого мыслителя. На выставке также представлены и труды других учёных тюркского мира. Экспозиция представляет собой пять разделов. Она продлится до конца года и будет регулярно пополняться новыми материалами. Мы планируем, что выставка у нас будет постоянной. Её намерены пополнять как статьями из газет и журналов, так и новыми книгами. Например, в рамках программы «Медени Мура» выпущен десятитомник произведения Альфа-Раби. Его уже можно увидеть на этой выставке. Жак Пешкорген, он оборудовался кормить Хойлан. Отечественную киноиндустрию и её новинки презентовали в Европе. Казахстанский стенд впервые был представлен на одном из крупнейших кинорынков мира – Берлинале и ФМ. 150 встреч за четыре дня. Таким насыщенным выдался график представителей Государственного центра поддержки национального кино. Как результат, продюсеры крупнейших европейских корпораций, представители кинофондов и прокатчики проявляют большой интерес к опродукции с Казахстаном. Более того, некоторые компании рассматривают нашу страну как отличную локацию для съемок. Уже в этом году снимать кино у нас планируют французские, российские и китайские режиссёры. Кстати, продвигать казахстанское кино в этом году будут и в Каннах, Торонто, Лос-Анджелесе и Пусане. Интерес огромный, потому что вообще сейчас в мире есть такая тенденция, крупные проекты из Европы, из Америки ищут новые места, где снимать кино. Казахстан представляет невероятные возможности. Это локации, это достаточно низкие цены на киносъемку по сравнению с европейскими. Горды и рады, что мы в этот раз впервые представляем казахстанское кино. И те возможности, которые появились сейчас у Казахстана, это в первую очередь 30% налоговых льгот. То есть это очень становится выгодно и интересно снимать в Казахстане. А второе, это то, что Казахстан объявил о копродукции. То есть международное сотрудничество финансовое теперь возможно и официально.